В селе Татарский Байтуган Камышлинского района Самарской области состоялось торжественное открытие музея заслуженного учителя школы Татарской АССР и создателя букваря татарского языка Салеева Гизова. Открытие этого музея для Камышлинского и жителей Байтуганского района еще раз подчеркивает уважение и почитание к своим великим корням, к великим землякам и бережное отношение к истории. Идея создать музей своего известного земляка родилась у жителей села. Осуществить проект помогла администрация Камышлинского района и правительство Республики Татарстан. Благотворительную помощь в обустройстве музея оказала и компания «Газпром Трансгаз Самара». Этот музей нам дает возможность ознакомить с самарцами, с гостями Самарской области, не только самарцов с гостями за рубежа, с тем богатством, которое есть у нашего народа. У меня очень по душе вот эта гражданская инициатива. То есть люди сами начали эту работу, администрация поддержалась, включилась администрация президента Татарстана. И вот совместными усилиями такой замечательный проект получился. Потому что если говорить, что один человек придумал и потом не потянул, или потом кто-то не включился, этого бы не было. На самом деле человек, который создал татарскую азбуку, тот человек, который родился на этой земле, это действительно замечательный повод и для воспитания населения, и для объединения. Это такой объединяющий проект, который поможет и людям сплотиться. И, собственно говоря, у Камышлы не было своего музея, теперь появляется музей. Дом, где провел детство Салей Вагизов, выстроили заново, на историческом месте. Экспонаты собирали всем миром. Предметы и утварь приносили родственники и односельчане. Открытие музея – это как бы гордость. Во-первых, нашим детям есть о чем узнать. Есть стимул, чтобы в нашей школе открылся родной язык. У нас все-таки здесь в деревне как три нации учатся. Но история в первую очередь. Ведь многие дети не знают, что у нас, какие корни, откуда что произошло. Будем потихоньку обновлять еще какие-то экспонаты. Все-таки люди принесут. Они несли. Вот в течение года люди, у кого что-то осталось от бабушек, прабабушек, дедушек. Восемь семей сотрудников Сызранского линейного производственного управления магистральных газопроводов компании «Газпром Трансгаз Самара» стали счастливыми обладателями новых квартир. В селе Уваровка Сызранского района прошла торжественная сдача новых коттеджей в современном поселке Саушкин парк. Во многом это стало возможным благодаря корпоративной системе жилищного обеспечения общества «Газпром Трансгаз Самара». Это современные дома, они теплые, сделаны по последним стандартам. И то, что 8 человек у нас получили из жилья, это очень здорово. И у нас получили не просто молодые, у нас получили ключевые работники этой жильей. Мы планируем дальше расширяться и также работать непосредственно с Саушкин парк для того, чтобы предоставить другим нашим ключевым работникам то жилье. Если мы не позаботимся о персонале, у нас не будет будущего предприятия. Программа действует на предприятии с 2011 года. За прошедшие 6 лет многие работники смогли с ее помощью решить свой квартирный вопрос. Я всегда мечтала о большом доме. Муж поддержал мою идею. И благодаря его работе мы осуществили свою мечту. Да, у нас действительно существует чудесная программа по поддержке молодых семей, молодых специалистов для улучшения их жилищных условий. Благодаря этой программе сбылась моя мечта, мечта моей супруги. Ну и, наверное, дальнейшие наши совместные желания мы будем воплощать уже в нашем новом доме, развивать свою семью. И надеюсь на пополнение. Да, один ребенок у нас уже есть. Дело за вторым. Родился в самом деревне. Живу всю жизнь в своем доме. Но после свадьбы пришлось переехать в квартиру. Сейчас у меня однокомнатная квартира. Скажем так, в не самом благоприятном районе нашего города. И жилищные условия улучшить хотелось уже давненько, скажем так. Самое главное, что мне изменится, это моя супруга будет довольна. У нее появится большая просторная кухня, на которой она сможет твориться. Она мне очень любит готовить. Ну и самое главное изменение – это пополнение в моей семье, потому что у меня пока что нет детей. И этот дом, я думаю, принесет нам дополнительного человека, дополнительного полноценного члена нашего общества. Работники Сызранского ЛПУ стали первыми новоселами. Сейчас возведена первая очередь коттеджей. В планах – дальнейшее строительство и благоустройство территории. В обозримом будущем здесь появится все необходимое для жизни. И супермаркет, и детский сад, развлекательный центр, прогулочные аллеи и зона отдыха. В Самарской области состоялся очередной конкурс знаний по физике и математике на приз общества «Газпром Трансгаз Самара». Площадками для проведения были выбраны школы сел Исаклы и Старый Аманак. В конкурсах приняли участие школьники из города Похвестнево, Похвестневского, Клянглинского, Шанталинского и Соклинского, Камышлинского, Сергеевского и Челновершинского районов Самарской области. С 7 класса я начал заниматься физикой, и у меня появилась любовь к данной науке. Потому что я смог получать ответы на те вопросы, на которые, казалось бы, все элементарно и просто, но они интересовали своим ответом и своей углубленностью. И также, заканчиваясь работой на сегодняшней Олимпиаде от «Газпром Трансгаз Самара», я процитировал одно стихотворение. «Не влюбляйся, не пей вина, и на обу у тебя вытеки, жизнь для того тебе дана, чтобы ты посвятил ее физике». В обществе «Газпром Трансгаз Самара» завершились соревнования в рамках «Спартакиады-2016». Баскетбол, волейбол, лыжи, шахматы, футбол. Не одни выходные командам подразделений пришлось сражаться за звание быть лучшими. После подведения всех итогов «Спартакиады» обладателем третьего места стала команда инженерно-технического центра. Вторыми – служба корпоративной защиты, а фаворитом «Спартакиады-2016» в очередной раз стало Тольяттинское линейное производственное управление.